И всем, ребята, с вами снова я Афан, вы находитесь на канале Афана Физик, и сегодня мы с вами послушаем Мэтт Кит, он сказал поехали, he said let's go. В общем, вы ждали этот альбом, вы ждали этот альбом очень давно, реакцию на этот альбом, и постоянно писали мне, когда Мэтт Кит, когда Мэтт Кит, вот Мэтт Кит наконец-то наступил, Мэтт Кит наконец-то у вас перед глазами, и что вам нужно знать? Что вам нужно знать? В первую очередь вам нужно знать, что я не фанат Мэтт Кита, и в целом мы, конечно, делаем на него реакцию, но мне его творчество не очень заходит, то есть вот типичная ситуация, это хороший трек, но далее, во-вторых, сколько мы тут треков слушали? Раз, два, три, три трека мы слушали, да, если не ошибаюсь, или даже больше, раз, подожди, а нет, грустная история была, четыре трека мы слушали. Йоу, четыре из девяти мы слушали, это очень много пиздец, да, поэтому я не фанат Мэтт Кита, в первую очередь из-за того, что у него далеко не самые качественные треки, и порой мне, то есть как и по структуре, так и по реализации, так и по сведению, то есть очень много, очень много такого, знаете, вот типа есть любители такого, я их не осуждаю, это я безумно понимаю, почему это типа слушают, почему он людям нравится, но я не фанат, я не фанат Мэтт Кита, тем не менее, альбом знаковый, вы просили, и я считаю, что нужно его послушать, и он уже послушать, да. Что Арти сказал об альбоме? Альбом писался долго, где-то с июня я собирал треки, Мари Арти, самый лучший трудовик и так далее, но мне кажется, что это не альбом, а просто сорянка из мудтреков, изначально даже концепция была, но позже отказался от него в угоду продуктивности, то есть это скорее микс тейпик, да, первые три трека разъеб, но мы слушали с вами типичную ситуацию, 1 мая мы тоже слушали, если я не ошибаюсь, 1 мая даже добавлено, и типичная ситуация точно, про 1 мая не помню, самый лучший трудовик не знаю, в общем, в любом случае реакция есть и на типичную ситуацию, и на 1 мая, и на грустную историю, так, то в конце акустик просто типичной ситуации, лол, что, простите, ладно, окей, чего нахуй, ну ладно, ладно, окей, допустим, посмотрим, что это такое, вот, короче, это просто у нас типа микс тейпик, типа микс тейпик, да, знаете, что я вам хочу сказать, знаете, что я вам хочу сказать, а я вам вот что скажу, что у нас происходят сейчас голосовочки за лучшие релизы года, ссылочка в описании, обязательно голосуйте, ваш голос очень важен, обязательно голосуйте, ссылки в описании, чё по хрону а я не знаю чё по хрону вообще чё тут ну кстати очень маленькие до треки ну посмотрим сейчас что это будет обязательно обязательно проголосуйте и про telegram не забудьте потому что в telegram канале было голосование и маткид занял второе место набрав 22 процента на один процент больше чем джейло прикиньте 22 жестко там заруба была вообще ебанутая то есть тут на один процент обогнал вы понимаете да но как видите обогнал первое место на вертой далеко улетел конечно реакции уже есть так вот я думаю мы с вами можем приступать также называть про твич тут у нас немножечко хуёвый прогноз выходит да не совсем честный с ебанутым кэфом но я думаю мы можем почему нет мы я думаю мы можем такой прогноз пропустить кто-то проголосовал резику да ну бро я ты же знаешь да что большие цифры у нас на канале пока что нельзя ставить так что ты как 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 считаешь нужен если ты хочешь я могу удалить только пиши об этом сейчас просто немножко нечестно выходит ты максимум заутаешь 300 баллов поэтому я могу как бы сделать откат потому что это не совсем честно и поставить новый если 2 тоже будет хуйня удаляй окей отлично все тогда я просто делаю вам новый прогноз ничего такого ребят сейчас я если он будет тоже конченый то короче вот видите у нас есть небольшие проблемы с прогнозами тем не менее хочется их делать хочется людям давать баллы и заходите чтобы участвовать в них и как бы эту систему усовершенствовать все если так так же хуяло будет то удалю окончательно а мы сами начинаем слушать уже потихонечку первый трек типичная ситуация мы его слушали с вами очень крутой трек один из лучших треков мать кида в принципе его репетил это действительно хороший трек он годно он круто сделанный и очень пиздец слайбовый в общем это круто это это круто есть реакция в любом случае можете посмотреть там более подробно все сказано там конце еще акустика мне интересно таким образом я понял вас так секунду а это вообще мне казалось что тут в середине припех вот так я впервые в жизни да так что не знаю что говорить, слушали? слушали? хорош трек, крутой, очень байбовый, с прикольной структурой то есть один из самых удачных треков Маткида в принципе, выебанутые когда Маткид? бро, скипаем Маткида, не боюсь мне говоришь, я типа нет я хочу только с подкармителем передаю сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство смотрите небольшой даже, он же говорил, да? вот писал, что изначально в альбоме даже был какой-то концепт мы можем пролететь концепт во блоге вот в этой, ну во первых вот в этой тоже, да? То есть, тут все с СССР. Че вы видите, блядь? Там облога альбома. Я даже не заметил. Ебать, вы видите? То есть, трек выходил еще в 23-м году. И уже тогда была спалена облога альбома. Но никто об этом не знал. Ебать, жестко, бро, пиздец. Очень круто. А сама блога, типа, вот, кстати, трек-лист, да, вот так выходил. То есть, смотрите, изначально прослеживалось, как будто какой-то концепт, да, он говорил, что концепция, типа, скорее всего, это по СССР тематике, там, вот он сказал, поехали. Сам он весь такой, да, вот, в виде Гагарина. Сам трек, типичная ситуация, такой немножечко, знаете, дей от вайбом каким-то старым. То есть, это все есть, и раньше концепция была. Но при этом мы знаем треки 1 мая, мы знаем треки «Грустная история», и насколько я помню, насколько я помню, там такого нет. Давайте сейчас вообще посмотрим, есть ли у меня эти треки, добавлены ли они. По-моему, я их удалил, сказал, что вот у Мэткида на альбоме будут эти треки, мы их переслушаем, и я точно скажу, хочу ли я их добавить. Типичная ситуация, это хорошие треки. Ого, ты даже знаешь, что на обложке. Да, Шелзи, прикинь, я не пробка ебаная, тупая, просто конченная. А я еще хуже. Так, кстати, тем временем можете прогноз глянуть. Шелзи, ты вот... В общем, 1 мая трек выходил, слушали. Реакция есть, но не совсем помню трек. Короче, если он не прям охуенный, то... Типа... Посмотрим, короче. Я... Надо его переслушать, я его забыл. По-моему, насколько я помню, капсайст мне не очень дошел. Он может... Может, наоборот. Ну, просто, я не знаю, как... Окей, без программы. Ну, вот КЗ. Хороший трек. Типа, он довольно крутой. Крутой припев здесь есть. И предприпев тоже. Ну, предпев не знаю. То есть, не самый крутой трек. Я понимаю, почему я его добавил. И понимаю, почему я его удалил. Сейчас скажу, сейчас я тебе что сказать. Хороший трек, но типичная ситуация в разы лучше, я считаю. Короче, сейчас скажу. Смотрите. В целом, для меня Мэтт Кит такой человек. Почему я, типа, не фанат его, да? Объясняю. То есть, качество здесь. Не самое сильное. Свидос здесь. Я считаю, что... Свидос здесь в рамках трека. То есть, это хорошо сделано. В рамках трека вот то, что нужно. Да, круто. Но! У него всегда какие-то проблемы есть. Со структурой. Ну, вот это что, блядь? Предприпев огромный. Припев огромный. Куплет, который... Самая слабая часть трека. Если что. Ну, субъективно. И опять предприпев. И опять припев. Причем, внутри них... То есть, они ничем не отличаются. Припев от припева. И предприпев от предприпева. Ничем не меняются. И если в 23-м году, типа, я этот трек добавил. Потому что он просто приятно звучит. Если он просто приятно звучит. И это хороший трек. То сейчас я понимаю, что... Ну, блядь, это просто на опыте уже, да? Когда вот этот трек пытаешься репетить. И у тебя трудно. Поэтому я его нахуй удалил. На премии это было. Можете пересмотреть. А, нет. Не можете пересмотреть. Это было на стримах. Который уже, скорее всего, удален. Поэтому нужно приходить на стримы. Ребят, твич. Сочи, капсани. Припев душит пиздец. Да, и вот проблема Маткида в этом часто бывает. То есть, есть эта трека... Это есть в треке Барыга, если не ошибаюсь. Это есть 100% в треке. Они все такие ВАУ. И это очень часто у Маткида. Но я нахуй ненавижу такие треки. Не то, что ненавижу. Не люблю, да. Ну, просто. Не фанат таких треков. Когда просто постоянно на протяжении всего ебаного трека что-то повторяется. Есть одно исключение. И то, там как бы меняется инструментал. Там хоть старается что-то меняться. То есть, трек не душит. Это Петя Ястреб, Scooter and Nettles. Там очень много повторений. Прям пиздец их. Но! Там постоянно какое-то развитие в самой музыке. У Маткида же просто Ctrl-C, Ctrl-V. Вы понимаете, о чем я. Поэтому, если я похвалил этот трек в предыдущей реакции, здесь я хочу его засрать. Но я уже не помню. То есть, если типичная ситуация охуенной, да. Вот это не типичный трек для Маткида. Потому что, ну, по структуре все круто в целом сделано. А тут вот есть, вот есть что просраться. И хочется надеяться, что дальше на альбоме будет лучше. И что от такой хуйни Маткид будет уходить. Он может оставаться в своем стиле. Он может оставаться делать с таким сведением. С такими вот этими грязными треками. Но просто, блять, пожалуйста, чтобы не было кончилых тупых повторений. Но это нахуй не надо, я считаю. Ну или пусть делают для своих, кому это в кайф, и все, нахуй. Не знаю. Самый лучший трудовик. Наконец-то у нас новый трек, который мы не слушали с вами. Давайте послушаем. Let's go. Что же это такое? Мы собрали, чтобы сказать, ты охуеть, и мой мужик. И в ней из-за дыши возлюбляются, и в лучший трудовик. Появляются сомнения, страх, истерики и боль. Но мы все в тебя дружно верим. Знаем, что ты вновь вернешь. А чё всё так? Прикольный хекс. Так, окей, слушаем дальше. Одна фраза, да, не мягко. Прикольно. Сейчас я скажу. Так, вопрос. Это, наверное, самый странный, наверное, трек, который я слушал за последнее сколько времени. Это пиздец. Типа, с видос типа срады, но звучит пиздец круто. Смотрите, смотрите. Итак, что я думаю? Окей, пока что я вижу в этом альбоме уже, как очень хорошая пища для размышлений. Подумать, как можно было сделать лучше, подумать, почему это работает, подумать, что это вообще такое, как это работает, и вообще, ну, типа, вы понимаете, да. Во-первых, первое, что я скажу, опять структура, да, и это у меня, конечно, я забыл слово. Не обнадеживает, а наоборот, или как? Ну, короче, есть ощущение, что дальше так и будет, что, ну, ладно, это мои личные доебы, как бы, если оно так будет, то пускай так будет хорошо. Вот. Я не знаю, настолько... Продолжаем. Настолько сратого вот этого с видоса, я не знаю, настолько, что драмка тут даже... Так, повторяюсь. Короче, настолько сратого с видоса, что вот даже не слышно... Что все просто как будто, знаете, в одну дорогу скомкали, и все оно звучит вот так вот... Короче, я хочу это переслушать. То есть, здесь... Каша. Не то, что каша, оно все звучит одинаково. То есть, тут нету, знаете, развлечения, что там, кик, клэп, одна дорога, там, то есть, какие-то вот эти эффекты на кике, там, какие-то эффекты на басе, какие-то на клэпе, то есть, тут вот так, там, с нейр, вот это надо все сделать. Нет, это все просто как будто все под один откос. Все как-то в стерео звучит, я не знаю, как это сказать. Ну, вы понимаете, про что я говорю, да? Если тут еще что-то понятно, дальше уже все. То есть, понимаете, если бы это не был трек Маткида, если бы это не был трек Маткида, а просто какого-то, типа, рокера любого, то есть, тут было бы... И он бы пел. Мой трудобиг сказал, пошло все нахуй, бросил школу, все у тебя, тут нехуй думать. Вы понимаете, да? А тут это все как бы под одну идет. И это необычно как минимум. Это очень необычно. Но, касательно репетативности, вот хочу вас спросить. Насколько я понял, вам очень нравится этот трек. Я хз. Я хз, я такого не любитель. Однозначно. Но это как минимум звучит необычно. Минрав мне зашел. Вот это есть, вот эта всратость видоса, но у этого свой вайп. Вообще, вот я не знаю, вот это прям тот момент, когда это реально прям вайп. Это прям реально вайп, но я не знаю, при каком обстоятельстве конкретно я бы включил этот трек. Типа, вообще не понимаю, честно. Не, ну, пока что, типа, такое хз, да? Но я не знаю. И опять же вопрос, да, что, ну, я не знаю, как он делает. У него просто вот, он придумает предприпев-припев. И все, просто дублирует это. Это, ну, тут, конечно, вот это есть отличие. Все, все. Больше нет отличий. Ну, типа, для меня это очень странно. То есть, если за свидос я не буду рыгать, потому что в этом реально свой вайп. Но вот за просто тупую копирку карандаша я бы хотел доебаться. Ну, типа, почему так происходит? Не знаю. Ну, окей, окей. Давайте идем дальше. Это очень необычно было. Очень необычно. Грустная история. Слушали, опять же. Из четырех треков мы слушали три. Не. Не так делать. Реакция есть? Насколько я помню, первое мая сильнее было. Это не степень легендарных фраз. Шелзи, это будет очень долго делать. Припев 80% трека. Да. А остальные 20% это предприпевы. Просто. Без куплетов. Причем они одинаковые, это вообще жестко. История про грустного пацана. Я травмаду бросил. И едь ко мне. И позборим, это не стоит. Я хуй пойми, чем у меня кровь. И я твой меф бросил. Привет, ко мне все тот же номер. Так, это мы слушали. Реакция есть? Нет. Тогда мне не зашло. Это не стоит. Я хуй пойми, чем у меня кровь. И я твой меф бросил. Привет, ко мне все тот же номер. Прикольный припев. Хзвай. Если что-то и добавлять из альбома, то это типичная ситуация и грустная история пока что. Вот сейчас мне грустная история нравится больше, чем 1 мая. Как будто треки Маткида нужно переслушать по несколько раз, чтобы четко сказать, что мне нравится, что нет. Потому что при первом прослушивании я сказал наоборот, что 1 мая сильнее. Хотя это вот сейчас я думал по-другому. Прикольный трек, прикольный, да. Сейчас он мне больше зашел внутри альбома. Опять же, я думаю, на это повлиял трек «Самый лучший трудовик». То есть он нам показал, ну типа объективно, зачем мне вообще душить такой с видос, когда это, очевидно, сделано специально и это фишка. То есть уже с пониманием этого, этот трек заходит как будто посильнее. То есть это пока что вот претендент. Но при этом типичная ситуация звучит хорошо. Пока же самый слабейший трек, я не знаю. Ну, так как, ну, я не знаю, я не знаю, честно. Ну, давайте слушать дальше просто. Окей, это мы слушали, но то, что я там говорил, это как бы смысла нет. Потому что сейчас мое мнение вообще кардинально поменялось. Внутри альбома этот трек звучит сильнее вообще. Да. Мариарти, давайте послушаем. Интересное название. Фейхуа. Знаете, у кого еще Фейхуа продил? У нашего фрешмена Хэппикида, конечно же, в альбом, который мы будем слушать завтра или послезавтра. Вот так оно и бывает. Вот и думайте головой. Думать о тебе, это же все постоянно. Я хочу быть зеленая, слава тоже классно. Больше не поможет читать письма твои, вроде бы. Да, я не приеду, а так и нашли все профили. Зарь мой малыш, я ухожу. Моя, моя комета, а так и нашли все то, что прятала на лето. В часе переписку нахуй, 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 нахуй. Это может я и не убежу, с тобой больше не по. Место моряки, напиши мои, в родители. Я хочу гулять и названяться этим фитером. И для окhair все что я у ot Cristo тау. Мне ни обрады не нахуй, нахуй, нахуй. Может быть в дать и денег не нахуй, нахуй. Моим родителям. Я хочу гулять и названяться этим фитером. Мне ни обрады не нахуй, 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 нахуй. Прекой, Alex, I chant down. Идем вместе с ней, теперь замена. Чё за рофл? Вот трек 1.10 идёт. Это довольно неплохо. Вполне себе. Круто. В рамках маткида, в рамках жанра. Довольно норм. Довольно норм. Но. 1.10 трек идёт. Чё за демки? Вот просто понимаете. Нет. Ну тогда вопрос к маткиду, да. Во-первых, почему не сделал двойной припев и ещё там припев ещё один не сделал. Вот в остальных треках же сделал, чтобы хрон увеличить. А тут чё случилось? Странно, да? Да, я видел. Я видел. Только мне как-то немножко пофиг. Короче. Вот вопрос. Пока что вот в чём. Треки с хорошим вайбом. Реально, то есть. Но. Вопрос. Я не понимаю, в каком настроении я это должен включить. Вопрос, да? Далее. Второй вопрос. Почему это выглядит как сборник демок, где у него нет идей, как продолжить треки, он просто дублирует припевы и предприпевы? Неужели нельзя их дописать и реально написать альбом? Зачем дропать альбом такого качества? Ну типа я вижу, что это бросово сделано. Что ему похуй просто. Зачем так делать? Непонятно. Давайте дальше, допустим. Незаконно. Мариарти неплохо, но очень мало. Вообще дико мало и... Опять же, просто три припева. People's Hover. Ну бля, ну вот 160к простушек. Ну дохера же. Для такого альбома я вам отвечаю. Но типа я уже понимаю, что это не стоит. Вот условный Рейчи, да, вот дропал. Этот альбом. Тут просто было написано, что... Ну тут просто было видно, что Рейчи не похуй на этот альбом. Он его написал с душой, с любовью. Ну, даже если не с душой, не с любовью, но ему было не похит на этот альбом. Магнолия, привет! Я думал, ты просто ни разу уже не зайдешь на стримы. Удачной поездки. Вот. Короче. И при этом у Маткида, ну прям в разы слабее, чем у Рейчи. Прям, не знаю, раз в 10. Не. Ну вот из того, что мы послушали... Вот сколько мы послушали? Пять треков мы послушали. Тут пять треков, если мы тоже послушаем. Ну это Маткид раз в 50 слабее, может, примерно. Два часа ночи. Пиздец. Ты не сможешь на стримах сидеть за ночью, да? Жестко, бро. А ты где, напомни? Что ты там делаешь вообще? Короче, круто. У Рейчи, да? И не очень тупо. Но слушаем дальше, в любом случае. Я пока что не понимаю количество прослушек. Людям реально нравится такое? Каза. Незаконно. Ещё. Любить тебя буду. Я не знаю, что это незаконно. Это схема 2DS. Не дойдёт до телефона. Я пи, моя подруга. Из город нас придумал. Любимая машина. Я пи, моя подруга. Моя пи, моя. На моей зависимости со мной пока не гас. Не мешай с пластиком. Гас. Чем больше ты грязь. Я ловлю хору. Я как веномаш. Любить, напоминать. Реально, любить тебя буду. Окей. Так, опять, сколько у нас 3 припева? И два куплета из трех строчек. Окей. Ну, not bad. Not bad. Ну, самый сильный трещот здесь. Не самый слабый. В общем, довольно средничок. Довольно средничок. Я думаю, этот трек... Почти, ну... В смысле, nobody. Он типа хочет сказать... Почти, ну, bad это же никто. Что он реально не сделал ни с кем фит. И... Написал no body. Вот это гениально было сейчас. Бля, я реально... Я думал, это какой-то чел. А его здесь просто нет. И он просто написал nobody. Боди. Ладно. Ну, это какой-то... Чел... Чел младше меня, вы прикиньте. Вот такие демотивируются люди. А, ну, он особо никого не пройдет, да? Только маткит. Ну, окей, ладно. Пряшелся, что ты пишешь? В общем, один из таких средничков... Он, как бы, приятный и довольный. В целом, не режет здесь ничего слух. Вот единственное три припела, но не особо душно. Ну, в общем, 50 на 50 трючок такое. Number nine. Слушаем. Все, как мы откидываем. Ты же что-то вон. Тебя, в общем, 50 по фейму обогнал «Очнись». Как себя тоже. Отсуточка. Плять, трек понравилось, маясь. Как и все друзья, я хочу на мунаре. Кстати, неплохой трек. Это очень not bad. Опять же говорю, это внутри альбома. Внутри альбома просто привы... Ага, вот раз решил просто альбома большое сделать на 20 сетках. Тут есть куплет. Нет, куплет это есть везде. Только иногда они из трех строчек. Ладно, не везде, но много где. Но они иногда просто из трех строчек. А тут, да, большой куплет. Это круто. Смотрите, наконец-то, наиболее удачный трек по структуре с интересным текстом. То есть, это довольно неплохой трек, но пока что это не перегонит типичную ситуацию. Типичная ситуация интересная. Он самый крутой. Он и интересный по ритмике. Он и по структуре хорош. Прямо, я просто не понимаю, почему. Как такое происходит? Вот смотрите. Короче, потеряла проект от него. Я выложил в канал, подписчики попросили сильно, чтобы я выложил его. Но вообще он свит... Мне не нравится куплет. Вот вообще полностью все попередел, нахуй. Я просто не успел. Так. Я правильно понимаю, что данный трек свитен уебищно. А данный отличный. Не, ну это ладно, это фишка, допустим. А что со свидосом, в принципе... Нет, я понимаю, что это, да... Ну... Вы меня не так поняли, возможно. Я понимаю, что со свидосом происходит. Что это, типа, специально задумано. Что это в рамках жанра. А как в целом вообще такой свидос делается, когда... Вот он кричит, да? Мистер Мариарти, напиши моим родителям. А это настолько принижается. То есть как будто все вот так занижено очень, да? Что просто частотам он не дает уйти вверх. Это прям... Прям все очень низко, да? Это жестко. Короче, Number 9, вот, не согласен с данным. Это один из самых лучших треков. Он здесь по структуре хороший. Здесь есть хороший куплет. Но пока что он не перегонит типичную ситуацию. Потому что вот здесь... Мы возьмем, например, два трека. Вот типичная ситуация и вообще любой трек, кроме Number 9. Любой трек. Допустим, ну, самый лучший трудовик. Отлично, да? Вот. У нас есть типичная ситуация. Смотрите, что он делает в типичной ситуации. Первый куплет. Далее идет интерлюдия. Проигрыш. Он делает проигрыш. Просто инструментал. Второй куплет другой. Другой он. Он отличается от первого. Припев. Интерлюдия небольшая. Еще один припев. И аутро есть. Здесь единственный, по сути, в чем я могу доебаться. Эта структура. Это вот то, что между вот этими группами всего лишь одна интерлюдия. И то она круто сделана. И как из такого неплохого по структуре трека, треки, можно на таком же альбоме, весь оставшийся альбом делать из такой структуры. Припев, 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 припев. Как? Типа, когда ты можешь делать вот так, почему ты делаешь вот так? Если ты умеешь какие-то писать куплеты, зачем? То почему происходит такое? Я не понимаю, просто чисто по-человечески. Тяжело. Да, это база. Ну ладно, давайте дальше. Заправка, допустим. Про тречи, да? Это жестко, друзья. Так, ну, надеюсь, речи не подведет. Пока что Number Nine, не считая типичную считацию, один из самых удачных треков. Крепких. Так, пока что-то я думаю. Лё, хэм-трек. Можете, можешь. Ну, конечно, да, вопрос опять есть по структуре. Рейчер. Ну, дорогой мой. Итак, объясню, почему этот трек крутой и выделяется на фоне остальных. Объясню, почему этот трек один из лучших. Смотрите, 8 треков, нет, 7 треков до этого. Мы имеем, вот, знаете, как в самой лучшей трудовой ситуации, зачастую треки были, то есть, ужасно сведены, в том числе и драмка. Здесь драмка отделяет нас от Matt Kid. То есть, драмка довольно человеческая, вы слышите ее, да, вы ее четко, отчетливо слышите, драмка. Здесь это сведено нормально, то есть, здесь только Matt Kid утоплен, а не весь бит нахер. И поэтому здесь есть контраст Matt Kid, вот этих, получается, драмки. И это звучит круто. Сам Matt Kid круто сделал. Слышите? Вот, драмка хорошо сведена. То есть, она не грязная, она не грязная, она не гаражная. Вот эта тема. Сам Matt Kid, сам вокал, гаражный, вот эта вся тема. Но, это же вайп, это же в концепт альбома входит, это круто. Это ж круто. Охеренный трек. Я его готов добавить, возможно, даже в плейлист наш. Но я подумаю еще над плейлистом, как будто нужно что-то с альбома забрать. Как и оно? Единственный вопрос, опять же, по структуре, да? То есть, и за структурой я не могу как будто добавить этот проект. Ну, посмотрим. Я спрошу у вас. Плюс тут вот это есть. Как будто все-таки нет, я не добавлю. Не-не-не, смотрите, он не идеальный, как бы, нет. В плейлист точно не годится. Как бы структура, плюс вот эта строчка мне вообще не нравится. Нет, он в целом сильнейший внутри альбома. В свой плейлист я добавлю. В свой. А в ваш, который вот мы собираем все треки за год, нет. Его там не будет. Грутой трек. В свой плейлист я добавлю. Кайф. Так, это был, по факту, последний трек. Дальше нас ждет акустика. Ну, давайте посмотрим, как акустика типичной ситуации здесь вообще работает. Как вообще можно сделать акустику в таком стиле? Вот в таком жанре. Я не понимаю немного. Из интересных треков могу в целом выделить грустная история. Я думаю, можно ее добавить. Потому что заел в голове вот этот травмодол бросил. Это грустная история про грустного пацана. Я травмодол бросил, и ведь ко мне поспорим, это не стоит. Бля, кайф. Кайф, кайфовый трек. Грустная история. Заел в голове. Заправка хорошо сделанной. И типичная ситуация. В целом, самый качественный, самый крутой здесь трек. Ну, вот слушаем его акустику. Я думаю, по факту. Мне очень интересно, в целом, как это сейчас будет произведено. Какая акустика вообще здесь. КЗ. Че, блин. Ну, типа лайвом поет. Не светон он. А вот зачем допросишься? Типа нет, я так что только с богатым сидеть за инисом. Вот так я в первую жизнь отпиздил женщину. Молодец! Молопаешь! Молопаешь! Ну, мы прожмёмся, мужики. Ну, а теперь с вашего позволения я продолжу. Ты красиво и пиздец сможешь на лицо не сесть. Мы выкидываем в стулья нахуя, а не тебе. А ты смотришь, лишь в ответ говоришь, но типа нет. Я так что только с богатым сидеть за инисом. А зачем? Вопрос. Для чего? Так, стоп, этого же не было, да? 18 мне уже. Да, бро, это переделка. Прежде этого не было. Реально. Тут, смотрите, тут есть разнообразие, пост припев. А вопрос, так, секунду, смотрите, у меня первый вопрос. Кука, да, вот альбом кода, уже так полгода в очереди, ещё большая очередь. Так, бро, сейчас скажу тебе. Он выше середины списка. То есть, я как бы обещать не могу. Просто напоминаю, да, что бесплатный заказ, это равняется тому, что вы можете ещё полгода прождать. То есть, да, напоминаю просто, да, людям, которые новенькие, что бесплатный заказ, это ждать долго. Ну, не знаю, он, он, почти сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятый в списке. Один из них сингл, то есть, восьмой, условно, восьмой. Ждать ещё надо будет, но не так много, как, допустим, фанам кишлака. Так, в общем, немножко отвлеклись. Вопрос тогда, вот смотрите, два вопроса. Первый, зачем была сделана эта акустика? Абсолютно как бы ни к чему, она и в альбом не вписывается, она и, по сути, не нужна, она и, по сути, не лучшая при первой версии оригинальной, и, типа, зачем она в альбоме? И вопрос второй. Если вот есть в этой версии постприпев и аутро, которые хорошо разноображивают, делают разнообразие во втором припеве, они отлично это делают. Чего нету тут, тут ещё и припев, прикиньте, один. Ой, да, тут один припев. Вот можно же было, знаете, сделать вот тут два... Нет, здесь лучше структура в треке. Лучшая структура в треке гораздо, вот в акустике. Почему нету её такой? Тут она вполне хорошая, но не идеальная, я вам говорил, да? Её можно было сделать лучше, вот, например, как тут. И вопрос, а почему такого нет? Это было бы вообще в разы круче. Непонятно. Ну ладно. И аутро здесь есть. А тут? Тут как бы тоже есть. Они вообще отличаются. Очень сильно. Ему так ведь не, но базар, базар. Итак, мы с вами послушали альбом Мэтт Кида. Он сказал, поехали. Что могу отметить? Хороший, крепкий, отличный тречок. У нас есть типичная ситуация. Заедающая в голове грустная история. И хорошо сделанная заправка. Всё. Особо здесь ничего больше не вижу. Интересный, интересный трек. Самый лучший трудовик. Душный разъёб 1 мая. Но и в целом остальных каких-то прям крутых треков я не вижу. Грустная история заела. Да, да. Грустная история заедает. В этом фишка. Это круто. Это грустная история. Очень заедает. Вот, вот, вот. Я травмадол бросил. Это очень заедает. Круто. За это респект. Я не выкупил для начала на первой реакции. Сейчас выкупил. Хлубняк какой-то. Вот. Что могу сказать по альбому в принципе? Наверное, я получил то, чего я ожидал. Наверное, я даже доволен. Потому что я ожидал прям какую-то некачественную фигню услышать. Прям. По сути, я это и услышал. Но. Тут есть выдержанный вайп. Выдержанный концепт. Хоть я вам говорю, что его тут нет. Нету концепта по смыслу, может быть. Но есть концепт по звуку точно. Концепт по звуку 100% здесь есть. Далее. Что мы ещё имеем? Имеем реально неплохие трачки. Имеем очень много. Короче, вот самый лучший трудовик. Интересная работа. В общем, интересный альбом. Интересный альбом. Он для сваячков. Я думаю, фанатам Маткида должен зайти. Фанатам Маткида должен зайти. Но, конечно, я не фанат. И я такое не люблю. Соответственно, мы не добавляем этот альбом. И, соответственно, двойки ожидаемо выигрывают. А у нас их и не было. Да. Я забыл. Вот так. Как-то так. В общем, это было неплохо. Вот мы ждали альбом. Весь плюс этого альбома, что мне очень нравится. Здесь есть над чем порассуждать. То есть, реально. Я бы назвал это. Очень много каких-то сборников дэвок есть. Есть очень много странных структур непонятных. Почему типа так происходит. Но здесь есть над чем порассуждать. Это круто. То есть, мы не просто в тупую слушаем и говорим, это говно. Нет. Такого нет. Мы рассуждаем. Думаем, как можно было сделать лучше. И это круто. То есть, это кайф. Спасибо, что это есть. Есть что сказать. Да. Я думаю, напишу на обложке. Есть о чем поговорить. Вот. Да. Кайф. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого альбома. Какой трек ваш любимый отсюда? Я думаю, что, я не знаю, заправка, как бы это хороший трек. Но он пока что временем не проверенный. Я думаю, типично считаться, это пока что сильнейший тречок. Грустная история в голове хорошо заедает. А вот заправка посмотрим. Но выглядит хорошо. Да. Не забывайте голосовать. Ссылки в описании. Это очень важно. Ваш голос важен. Очень важен. Обязательно голосуйте. И не забывайте про телеграм, твитч, бусте. В ссылочке в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.